Она легко управляет многотонным троллейбусом, и, казалось бы, это вовсе не женское дело. Но для химчанки Ирины Каменевой другого выбора просто не было. Электромонтажница летательных аппаратов по образованию мечтала только о профессии водителя. Узнала случайно, повесили объявление в троллейбусе, набирается набор на обучение. Так как я с детства мечтала работать водителем, то я сразу на это обратила внимание и пошла, и обучалась в Москве, и потом отстажировалась и 20 лет проработала водителем троллейбуса. И вот уже 20 лет Ирина Каменева управляет троллейбусом. За добросовестный труд ее отметили знаком отличия за безаварийную работу. Такую награду вручают водителям городского электротранспорта за безаварийный пробег свыше 400 тысяч километров. Ирина рассказывает, работать в мужском коллективе поначалу было непросто, но своим профессионализмом доказала, женщины-водители вполне могут конкурировать с мужчинами. Женщины порой лучше водят, чем мужчины. И аккуратнее даже. Поэтому я часто от пассажиров слышала слова благодарности. На вопрос, в чем секрет успешной безаварийной работы, Ирина отвечает уверенно. Во-первых, я чувствовала себя здесь, как у себя дома. Потом мне нравилось вносить вклад, обслуживать пассажиров, довозить их на работу, с работы. Это приятно, делать народу добро, обслуживать их. Ирина некоторое время пробовала водить электробус, но не смогла без родных стен Химкинского троллейбусного депо. Вернулась. Сейчас она на заслуженной пенсии, но продолжает трудиться. Сейчас я занимаюсь перегоном внутри парка на ремонт и с ремонта. Помощь рабочим, которые на ремзоне работают, чтобы водители вовремя успели выехать и обслужить пассажиров. Да, у нас хороший сплоченный коллектив. Мы как-то стараемся друг друга поддерживать. У Ирины Александровны прекрасная семья, которой она дорожит. Признается, без поддержки родных было бы трудно двигаться вперед и реализовывать свои планы. Мне кажется, женщина, она может и семью поддержать, и должна себя реализовывать не только в семье, но и в профессии. Тоже в разных направлениях. Женское счастье, мне кажется, заключается именно в семье. Чтобы и дети, муж, дети, мне так кажется, родители, чтобы живо все было прекрасно. Вот это и есть счастье женское.